Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня понедельник, 12 декабря по новому стилю или 29 ноября по старому. Продолжается рождественский пост. И сегодня церковь совершает память. Мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников, а также мученика Филумена Анкирского, пострадавших в III веке, преподобного Акакия Синайского и священномученика Авива епископа Некресского VI века, преподобного Нектария Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XII веке, священномученика Сергия Кочурова, пресвитера, убиенного в 1941 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, давайте познакомимся с кратким житием, поминаемого сегодня новомученика XX века. Будущий священник Сергий родился 17 мая 1892 года в деревне Деревягина Сапожсковского уезда Рязанской губернии в семье священника Иоанна Кочурова. В 1913 году окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1915 году женился на девице Клавдии, дочери священника Петра Соловьева. В том же году был рукоположен во дьякона и затем во священника. Во время гонений отец Сергий служил в храме села Ухолова Рязанской области. В 1929 году власти потребовали от священника уплаты непосильной для него суммы налога, а затем за неуплату отобрали имущество. Отец Сергий перешел служить в Ильинскую церковь в селе Сандыри на окраине Коломны. Но и этот храм был закрыт, и летом 1938 года он стал служить в Троицком храме в одноименном селе Истринского района. Супруга священника с дочерью остались в Сандырях, поскольку в Троицком жить было негде. Сам отец Сергий поселился в сторожке, устроенной под храмом. Весной 1940 года осведомители донесли, как отец Сергий рассказывал, что при изъятии имущества у него отобрали буквально все и выгнали из дома. Он говорил, что людей угоняют, мучают и пытают. Власть массовыми репрессиями озлобляет народ, но все это до поры до времени, ибо все, всявшие меч, от меча и погибнут. Однажды один из осведомителей пришел к отцу Сергию домой с бутылкой крепкого вина и пытался напоить священника, чтобы спровоцировать его на разговор о политике. Но отец Сергий от вина отказался и разговаривать на политические темы не стал. И гость все выпил сам. Тем не менее, последовал арест. Все возводимые обвинения отец Сергий отверг. Хотя никаких доказательств вины священника не было, 28 сентября 1940 года особое совещание при НКВД приговорило отца Сергия к 8 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. И 5 октября того же года он был отправлен в Ивдель-Лаг в Екатеринбургскую область. Скончался священник Сергий Кочуров 12 декабря 1941 года в Богослав-Лаге Екатеринбургской области и был погребен в безвестной могиле. Братья и сестры, давайте заострим внимание на той цитате, что приводит на допросе святой священномученик Сергий. Прочтем ее в контексте 13 главы послания святого апостола Павла к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящейся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Вот как комментировал этот отрывок святитель Иоанн Златоуст. Апостол много рассуждает об этом предмете и в других посланиях, когда говорит о покорности слуг господам и подначальных начальникам. А это он делает с целью показать, что Христос ввел свои законы не для неспровержения общего гражданского устройства, но для лучшего его исправления, и вместе хочет научить, чтобы мы не предпринимали лишних и бесполезных войн. С нас достаточно тех козней, какие строятся против нас за истину, а лишних и бесполезных испытаний присоединять не следует. «Несть бо власть аще не от Бога», – говорит апостол. «Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога?» «Не то говорю я», – отвечает апостол. «У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Существование властей, причем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так, чтобы народы носились туда и сюда подобно волна, все это я называю делом Божьей премудрости. Потому апостол и не сказал, что нет начальника, который не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о существе власти и говорит, «Несть власть аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть». И чуть позже добавляет, «О безначальнии везде есть зло и бывает причиной беспорядка». Братья и сестры, другие толкователи согласны со святителем Иоанном Златоустом. Еще раз подчеркнем, что апостол Павел говорит в послании о принципе начальства, а не о конкретном начальнике. Потому, конечно, нельзя говорить о том, что безбожные правители XX века, притеснявшие святую церковь, разрушавшие храмы и устои православной веры, были от Бога. Их Господь попустил в наказание для вразумления народа, так мало ценившего сокровища православной веры, которую Бог доверил нам. Ко всему прочему, в греческом оригинале послания во фразе «всякая власть от Бога» на месте предлога «от» стоит греческий предлог «ипо». Основным значением этого предлога является не «от», а «под». В словаре значение «от» числится лишь четвертым или пятым. Согласитесь, ведь есть разница в прочтении «всякая власть от Бога» и «всякая власть под Богом». Святы, священномученичи, Сергии, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова